День веков 18 апреля 1775 года состоялась так называемая «скачка ревера» – легендарное событие, ознамевавшее начало американской революции. Может быть, расскажем подробнее, что случилось в ту ночь? Конечно. События эти произошли в самом начале войны за независимость, когда Соединенные Штаты пытались выйти из-под покровительства Британии и обрести самостоятельность. В Ленсингтоне образовалась ассамблея, которая руководила действиями мятежников. Пол Ревер был послан курьером, он должен был предупредить вожаков и революционеров о том, что к городу продвигаются британские солдаты. Но его не узнали и сочли за провокатора и отказались верить. К счастью для американской революции, Джон Хэнкок все же узнал голос Ревера. Тогда будущие революционные вожди, включая Хэнкока и Адамса, поняли, что их хотят захватить и немедленно бежали в Конкорд. Позже Генри Лангфелло посвятил этому событию свою знаменитую поэму «Ночная скачка Ревера», которую сейчас знает каждый американский школьник. Но если бы Лангфелло и не прославил Ревера, то все равно был бы знаменитым. Он считался лучшим чеканщиком по серебру своего времени. И кубки его работы занимали ныне почетное место во многих крупнейших музеях. Сегодня, 18 апреля, вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Мы продолжаем наш рассказ о мировой истории. Этот день определил исход многих военных кампаний. Так, 18 апреля 1847 года состоялось сражение при Сьерра-Гордо. Оно стало решающим в американо-мексиканской войне. Войну эту развязали Соединенные Штаты в интересах плантаторов-рабовладельцев, поощрявших заселение плодородных земель мексиканского штата Техас выходцами из южных штатов США. Еще в 1836 году произошло провозглашение Техаса самостоятельной республикой. А в 1845 году его включение в состав США. В 1847 году американцы оккупировали город Мехико и вынудили Мексику согласиться на тяжелые условия мира. В результате был подписан договор, по которому Мексика потеряла более половины своей территории, получив в качестве небольшой компенсации 15 миллионов долларов. Всего в результате войны США захватили более половины мексиканской территории, что составило почти треть современной территории Америки. Очередной конфликт между этими двумя странами произошел уже в 20 веке. 18 апреля 1914 года американцы оккупировали мексиканский порт Велокруз в результате инцидента в Тампико. Расскажи про этот инцидент. В начале апреля группа моряков с американского военного судна была задержана в запретной зоне мексиканского порта Тампико, но вскоре выпущена. Однако, командующий американской эскадрой потребовал официального извинения и салюта американскому флагу. Мексиканские власти требования это отклонили. В результате чего и была произведена оккупация порта Велокруз. Именно. Но сопротивление жителей города и близость победы мексиканской революции 1910-18 годов вынудили США уже в ноябре 1914 года вывести свои войска из Велокруз. Сегодня 18 апреля вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Продолжаем рассказ о ключевых событиях в мировой истории, произошедших в этот день. 18 апреля в 1946 году в связи с образованием ООН в Женеве было объявлено о распуске Лиги наций. Лига наций была создана в 1919 году и, согласно уставу, имела целью своей деятельности развитие сотрудничества между народными и гарантию их мира и безопасности. Первоначально в Лигу наций вошло 44 государства. 31 из них принимало участие в Первой мировой войне на стороне Антанты. А 13 государств придерживалось нейтралитета. Интересно, что основные страны того времени, США и СССР, в Лиге не состояли. США не ратифицировали устав Лиги наций и не вошли в число ее членов. А Советская Россия не была туда приглушена. Но СССР смог вступить в эту организацию в 1934 году. Впрочем, продержались Советы там недолго. Использовав в качестве предлога Советско-финляндскую войну 1939-1940 годов, правительства Великобритании и Франции добились того, что Совет Лиги наций принял решение об исключении СССР из организации. Позже, как мы уже сказали, 18 апреля 1946 года и была создана Организация Объединенных Наций. Международная организация государств, созданная в целях поддержания и укрепления мира, безопасности и развития международного сотрудничества. Главными органами ООН являются Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности ООН, Экономический и Социальный Совет ООН, Совет по опеке ООН, Международный суд ООН и Секретариат ООН. Отметим, что сейчас Россия является действующим членом ООН. Сегодня, 18 апреля, вы смотрите программу «День веков хронограф». А давайте сейчас поговорим о том, чем этот день знаменателен в науке. 18 апреля 1881 году в Лондоне был открыт Естественный исторический музей. Туда были перевезены огромные собрания флоры и фауны, геологические и палеонтологические коллекции, входившие до этого в состав Бритландского музея, одного из крупнейших музеев мира. 18 апреля 1902 года впервые для опознания преступника в Дании был применен метод дактилоскопии. Пожалуйста, поподробнее про дактилоскопию. Да, конечно. Основой ее является тот факт, что все узоры на пальцах и ладонях рук индивидуальны и неповторимы. Теперь ты понимаешь, почему дактилоскопию применяют именно в криминалистике? Конечно. Специалисты выделяют три типа узоров на руках – дуговой, петлевой и завитковый. Основным различием является количество потоков папиллярных линий и делящие потоки – дельты. Интересно, что формирование этих узоров связано с формированием нервной системы. Поэтому по общему типу руки можно узнать характер человека. 18 апреля 1927 года Ленинградский комитет по делам изобретений запатентовал прибор искусственного дыхания. Прибор этот основан на методе поддержания газообмена в организме периодическим искусственным перемещением воздуха. Или другой газовой смеси в легкие и обратно в окружающую среду. Редактор субтитров А.Семкин